я приветствую вас мои дорогие друзья вы на канале вязание и я меня зовут юлия у нас сегодня с вами первое вязальное включение в этом году включение будет недолгим друзья я хочу вам показать что я довела до логического завершения в конце года что я связала в конце года и что я связала в перерывах между приемами оливье вот так что ну и конечно же я обещала показать как я вижу же карта от двух пальцев кому-то эта информация однозначно пригодится начну я знаете с чего с того что я впервые освоила в прошлом году это моя первая практика это моя картина алмазная мозаика вот такая вот красота у меня получилось друзья я с большим удовольствием работала над этой картиной она конечно еще без рамочки праздничные дни как только праздники закончатся я попытаюсь смотрите как она играет красиво на отражении света я попытаюсь конечно найти мастерскую которая мне сделает рамочку и я хочу найти антибликовое стекло мне писали что можно покрыть вскрыть картину клеем в хозяйственном присылали фотографии этого клея но все-таки я подумала что нет я хочу стекло вот поэтому попытаюсь найти мастера в крайнем случае поеду волгодонске волгодонске нашла багетную мастерскую не знаю работает она или нет но попытка не пытка вот такая вот замечательная волшебная фея у меня получилось она очень очень мне нравится и знаете я когда выкладывала эту мозаику где-то была у меня наверно одна треть вот так вот выложена я оставила все это на столике на маленьком и пошла налить себе кофейку я пришла и не могу понять что произошло значит сама картина лежит на столе а все стразы у меня были приложены в коробочку друзья вот в таком виде вот у меня здесь все пакетики лежали и не знаю видно вам вот пакетики со стразами и так далее я доставала нужный мне номер высыпала в лоточек и работала и тут получается что я прихожу открываю коробочку а у меня все были пакетики которые открытые но не до конца выработанные по цветам я не пойму у меня рассыпано у меня рассыпано и перевернуто и все сложно обратно я саша он сидел на диване и саша твоих рук дело нет слава нет но я продолжаю работать этому что за может быть я как-то встала случайно с дивана поколыхнулась у меня эта коробочка рассыпались эти стразики я не стала грешить то значит я сижу уже вечер уже уже был поздний вечер я сижу значит продолжаю работать над мозаикой и тут мне сынок говорит мама чуть я столько страз рассыпано по полу по ковру ах елки-палки саша конечно не признался но это сто процентов его рук дело сто процентов потому что но только он мог вот именно вот так вот уложить постараться в том же порядке у меня видите мне так вот просто вот мне аж как кипятком обдало как это собрать мы со славой на полчаса потому что ковер светлые светлых оттенков у меня бежевых вы его неоднократно могли видеть и тут такие оттенки понимаете найти эти мелкие стразинки они квадратные их было очень сложно найти я говорю ну все если мне не хватит хоть одной говорю стразинки говорю саш я тебя за душу мы в общем собирали 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 собрали было рассыпано два цвета друзья ну мы зря это делали потому что остатков страз так у меня здесь еще некоторые в лотке даже остались остатков страз просто огромное количество огромное причем всех цветов если бы я ну вот смотрите это куда стану вот смотрите сколько да если бы я знала сразу что производитель с запасом кладет стразы причем с большим запасом здесь на на процентов 40 каждого цвета осталось но прямо много вот я теперь не знаю что с ними делать выкинуть жалко как в том анекдоте да пусть постоят еще потому что у меня еще есть одна картина которую я буду укладывать куда там есть коричневые оттенки вполне возможно что но мало ли вдруг не хватит вот и можно было смело не собирать это все за пылесосить и продолжает работать но я уже для себя это уяснила так а вы не писали что вот это вот фирма я даже не знаю где она тут правильно как называется сейчас я посмотрю на новой картине как она называется эта фирма друзья я вам ее сейчас покажу не подготовилась до что она очень хорошая вот так выглядит вот даймонд наверно вот эта фирма еще есть вот такая эмблема не знаю друзья это у меня будет картина на кухню выкладываться очень мне она нравится но я еще не приступала и пока ближайший месяц скорее всего я этого делать не буду а вообще вот такие вот дела надо оставлять на лето когда вязать жарко когда пряжа прилипает к рукам вот очень прямо было бы в тему поработать именно алмазной мозаикой так я разбарахлилась друзья тут все на столе беспорядок навела в общем моя фея волшебная моя муза готова она у меня будет висеть в моей мастерской дальше друзья дальше в конце года я начала вязать носочки я вам показывала что улечка и первого присылала мне подарок вот такую пасмочку которую она красила сама есть на ее канале видео о том как она это делала и она в видео сказала пряжа носочного состава друзья я когда начала работать я поняла что пряжа очень тонкая но тоньше чем ализе тоньше чем газал happy fit я думала может быть мне кажется ну нет не кажется я связала носки изначально я планировала их связать для себя вот такая вот резиночка давайте вам покажу поближе вот я не знаю видно вам будет не видно давайте я надену на руку вот она в живую смотрится гораздо лучше чем выглядит на камере потому что камера такой оттенок сложно передает такая такой узорчик а в живую видно его хорошо он просматривается замечательно изначально я планировала начать вязать эти носочки для себя но пришел сынок и сказал нет мама ты мне обещала три пары ни одной нету вяжешь для меня эти носочки 37 размера и они узенькие то есть на детскую еще пока ножку даже еще пока не подростковая лапка длинная а сама по себе ножка худенькая у меня ушло 54 грамма на эти носки от 2 пасмы я даже не стала перематывать мне буквально там несколько метров 2-3 мне надо было мысочек закрыть и пару рядов довязать и все я не стала ее разматривать у меня в принципе если связать на два-три ряда короче резиночку паголинка вполне возможно еще на одну такую же пару или или допустим паголинки пяточки на мысочки связать другим цветом похожим по составу похожим по цвету да ну в компаньон я имею ввиду и еще одна пара носочков значит когда я вязала пряжа окрашивалась у меня был оранжевый палец 1 2 потому что я фиксирую натяжение нити на мизинцы у меня все это было оранжевого цвета я значит опробовала мыло когда стирала сейчас расскажу сейчас я вам покажу это мыло у меня оля дарила два кусочка может быть кто-то не видел вот такое мыло я также получила от оли в подарок эко пятновый водитель это кокосовое масло омыленное кокосовое масло состав глицерин ну там бла-бла-бла в общем сто процентов кокосовое мыло этим кокосовым мылом я стирала вот эти носки окрашивание воды было очень сильным очень сильным но во первых мне очень понравилось это мыло оно так здорово мылится два раза махнул и все и прямо пена очень хорошее мыло пряжа если вам видно чуть-чуть распушилась на темном фоне вот вот здесь можно видно видеть чуть-чуть распушилась но при этом друзья она не стала мягкая вот как например грозал happy fit нет она такая но достаточно жестковата и обратите внимание она практически не тянется в длину в общем я так думаю что почему это происходит скорее всего можно быть я ошибаюсь может это сама изначально пряжа такая оля красила пряжу в горячей воде вполне возможно что свойства пряжи в плане растяжения изменились вот смотрите я вам сказала вес 54 грамма сколько петель у меня набрано на подростковые носки друзья не падайте 64 петли 60 я набираю обычно на себя а здесь шестьдесят четыре петли мне они узкие для меня они прямо сильно натягиваются мне на ноге у нас длина ноги с сыном одинаковая у меня нога узкая у меня маленький подъем но при этом я изначально хотела на себя вязать набрала 64 петли они мне были бы малы сто процентов вот поэтому спицы 225 поэтому она они пряжи действительно не сильно эластичная не в длину не в ширину она достаточно стабильная но я и вижу туго носки я всегда вижу туго здесь обычная моя самая любимая пятка она с уплотнением видите да вот обожаю эту пятку и не ничем не больше не нравится почти сейчас расскажу почему почти друзья в общем оль я благодарю тебя за подарок мне очень понравился поближе тебе покажу как она выглядит классная замечательная пряжа слова у меня порывался пару дней забрать эти носочки я сказала нет пока видео нет с нему ничего не отдам было мне понравилось очень при очень при очень поэтому если я буду вязать вот из этой пряжи компаньон возьму пряжу темнее по окрасу потому что пряжа линяет вот рассказала следующее в конце года я получила подарку от олечки и пингер я получила пряжу это друзья попыталась найти этикетку не нашла это прям это пряжа аркабалена а так тут все написано пряжа аркабалена 420 метров на 100 грамм вот такие вот красивые цвета мне было очень интересно как же она будет ложиться будет ложиться как курочка ряб или она все-таки будет секциями я связала носочки но носочки я связала какие не со своей любимой пяткой а связала дремовские носки вот они друзья узнаете угадываете мне очень понравилась идея олесе почему я называю дремовский до олеся дремова мастер-класс на канале имеется по пятка уголок олеся назвала эту пятку мне понравилась очень идея я посмотрела мастер-класс он достаточно подробный все понятно да я вязала однажды пятку стронг не довязав ее изначально распустила мне не нравится я не люблю пятку бумеранг я неоднократно об этом говорила мне не нравится как она садится мне не нравится вот тут безобразный стык этих укороченных рядов разворотов как же я только не пробовала не нравится а вот пятка олесе уголок в дремовских носках их нужно срочно олеся запатентовать как дремовские носки пока никто это не сделал вперед тебя это шутка мы ее друг с другом поняли с олесей вот значит олеся объединила пятку стронг и пятку бумеранг при этом обратите внимание какая аккуратность в области формирования самой пяточки вот это уже заблокированные постиранные носки но когда я вязала их у меня было абсолютно неоднозначное мнение дважды я порывалась распустить не довязав пятку до конца да что за абракадабра получается на какую ногу я свяжу я скажу так я отступила значит от мастер-класса в плане прибавок в каком плане олеся показывает прибавки с помощью накида я это делала иным способом при формировании пятки стронг и количество прибавок для формирования пятки стронг у меня отличается от рекомендованных табличных размеров почему потому что для меня если бы я вязала по табличным параметрам вот здесь в подъеме это было бы на слона не на меня на меня однозначно нет у меня узкая нога еще раз говорю с маленьким подъемом поэтому количество прибавок для формирования пятки у меня меньше скажу так я применяла сюда еще дополнительно свои наработки из частично из умных носочков которые я вязала и многие у меня прошли совместные участвовали в совместном проекте по вязанию умных носочков здесь в части у меня носки левые и правые я попробую вам это продемонстрировать вот так продемонстрирую вот так это будет нагляднее вот такие вот мысочки и у меня значит помимо этого идет длина длина по голенка задней части больше чем длина переда вот так но и это эту конструкцию я буду усовершенствовать не совсем то что мне нравится почему потому что когда я надеваю эти носки вот даже сейчас это очень хорошо отчетливо видно вверх носка выше чем низ это видно невооруженным взглядом соответственно когда этот надевается на ножку верхняя часть носка у меня выше поднята чем задняя я буду это однозначно усовершенствовать знаю как знаю где вот вообще очень интересно вязать носки сели замечательно и слава богу что я не распустила не довязав пятку до конца потому что пока не вывяжешь полностью все убавки ты не понимаешь сядет на тебя это или не сядет на тебя это тем более я изначально знала что я отступаю от рекомендованных там количество количество прибавок и я я правда я не знала сядет или нет относительно пряжи они одинаковые сразу показываю они одинаковые одинаковые секции одинаковые мысочки все одинаково значит как я это делала я делала естественно от мод вот он от мод для того чтобы начать второй носочек мне пряжа понравилось очень при этом вот если опять же вижу туго видите они более эластичные в длину чем вот эта пряжа ну я не скажу что прямо этом сильно эластичные они в ширину нет вот значит здесь это размер 37 нет это чистый 38 размер я эти носки буду стирать в машине они уже постираны заблокированы но все это сделано руками также стирала этим же мылом пряжа не окрасилась совсем то есть вода не окрасилась совсем то есть пряжа не линяет я буду и стирать в машине если я буду и стирать в машине я рассчитываю на подваливание небольшое но скорее всего я так предполагаю что пряжа может подваляться им и хорошо если это будет то есть они немножечко по длине ну скажем может быть на пол сантиметра свободнее чем мне мне нужно для моей ноги ошибка ли это нет это не ошибка я изначально предполагала стирку в машине изначально вот поэтому но они они так хорошо сидят если я их надену допустим на хб нашу на сочи да чтобы утеплить еще больше ножку свою как я обычно это дело тогда они вообще идеально сидят на мой 37 с половиной у меня половинчатый размер поэтому мне и 37 хорошо подходит и 38 неплохо подходит вот друзья вот такие замечательные носки оль спасибо огромное за пряжу тебе мне очень понравилась пряжа аркабалена вязать интересно прекрасное сочетание цветов замечательно просто олесь тебе огромное спасибо за идею за мастер-класс пятки уголок мне она понравилась она обалденная она очень классно сидит по ноге кто не знает девочки идем на канал колесе дремовой все рассказано вот просто до предела и вяжем вот теперь друзья я обещала вам показать как я вижу жаккард без протяжек с двух пальцев возможно кому-то это покажется очень неудобным а кому-то очень удобно и по-другому я вязать пробовала пробовала с помощью наперстков без помощи на просто пропуская через два пальца нить через указательный средний не получается у меня не нравится мне место париться скорость а здесь я вижу быстро не раздумывая и плотность контролируется очень хорошо теперь я приглашаю вас пройти к столу друзья давайте для начала мы посмотрим на изнанку которая должна получиться в итоге у вас вот так я покажу смотрите это жаккард без протяжек совсем то есть мы меняем нить через каждую петлю независимо от узора если нам допустим надо провязать одну петлю одним цветом 3 петли другим цветом здесь идет смена нити через каждую петлю то есть ее подтягивания да я вам сейчас все покажу и расскажу обращаю ваше внимание на протяжки с изнаночной стороны обратите внимание все они должны быть одного размера не должно быть никакого стягивания должно быть абсолютно пластичное полотно она действительно пластичная теперь друзья смотрите независимо от того какая петля в узоре у меня идет первое там одного цвета или другого цвета я имею по цветам я никогда на это не обращаю внимание мне все равно какая петля какого цвета у меня идет 1 какая 2 2 2 цвета да друзья я думаю вы понимаете о чем я говорю я моя задача справа положить один цвет слева положить другой цвет вот мои моточки с одной стороны лежат и вот мои моточки они тут корзиночки с другой стороны лежат у меня много нитка идет там много сложений поэтому у меня все это в корзиночках теперь важно то нить которая у меня лежит справа у меня будет проходить через указательный палец та нить которая слева у меня будет проходить через большой палец захват я вам сейчас покажу нити теперь смотрите обращаю ваше внимание как вяжу я обычно просто вот обычно да не жаккард любое другое вязание как у меня лежит нить на пальце смотрите может быть она у вас лежит вот так то есть нить идет от себя через палец у меня же идет вот так через палец ко мне проходит видите то есть рабочая нить у меня за пальцем обратите на это внимание как вы вяжете то есть если бы я вязала обычно не жаккард у меня было бы вот так теперь что я делаю вам сейчас покажу провязывание вот как раз у меня идет узор одна петля зеленая 1 желтая то есть меняем цвет через каждую петлю меняется цвет у нас да как я должна разместить нити на пальцах я сказала что то тот цвет который лежит у меня справа проходит по указательному пальцу слева по большому смотрите я беру вот таким образом нити запускают два пальца между моими рабочими нитями вам вниз опустила не вот так я беру да не из-под низу я беру так и тяните вот а пропускаю во внутрь два пальца и делаю вот так вот смотрите что происходит одна нить у меня проходящая через большой палец лежит от меня а вторая нить идет на меня то есть нить за пальцем видите фиксирую видите по сути безымянный и немножечко мизинец но это пока я сейчас схватила сделав нужное мне натяжение как же я буду вязать я захватываю средним пальцем спицу и безымянным пальцем спицу вот так видите с изнаночной стороны как это выглядит таким образом когда я захватила вот этими пальцами спицу я прижала еще больше безымянный палец который у меня контролирует натяжение моих нитей сначала это будет вам возможно неудобно но это очень быстро нарабатывается также как и натяжение нити когда мы вяжем мы должны с вами следить чтобы протяжки были одинаковые по изнаночной стороне и не было стягивания петель по лицевой стороне и вяжем очень легко и просто сейчас я подвину петли на спицы значит когда вяжем меняем каждую петлю зеленая с 1 желтая с другого зеленая с 1 желтая с другого зеленая желтая там где мне надо у меня ниточка проходит по натяжению видите все это легко и просто провязала несколько петель посмотрела одинаково одинаково ничего нигде не затянуто но сейчас то я уже это вижу на автомате я не смотрю а первое время я смотрела вот просто с двух пальцев продолжаю держать спицу вот таким образом друзья это на самом деле очень легко вот поверьте мне ну может быть первый час вам будет неудобно а потом это пойдет как по маслу вот нити при этом не перепутываются они свободно лежат вот смотрите они как шли так и идут сейчас я провяжу до конца вот узор который я вам показала и мы с вами перейдем к более сложному этапу где мы будем провязывать допустим 3 петли одним цветом одну петлю другим цветом все это тоже легко и просто итак друзья я дошла до этапа когда мне необходимо провязать 3 желтые петли одну зеленую обращаю ваше внимание что здесь существует два способа подхвата петель зависимости от того какой цвет у вас идет справа а какой слева сейчас мы с вами рассмотрим вариант когда идет одна зеленая петля справа и три желтые слева смотрите пожалуйста это вы поймете это сразу как только начнете вязать смотрите по узору три желтые подхватываю первую желтую 1 2 желтая у меня должна обогнуть зеленую петлю зеленую и рабочую нить я ввожу спицу в петлю ухожу за рабочую нить подхватываю желтую провязываю 3 желтая снизу 1 зеленая то есть у нас с вами будет работать только желтый цвет с перекидыванием обращаю ваше внимание 3 желтые вяжем снизу через верх смотрите через верх то есть я ввела ушла огибая зеленую нить из-под этой зеленой нить я подхватила желтую и провязала при этом я контролирую натяжение зеленой нити чтобы у меня не выступали протяжки на лицевой стороне но при этом петли у меня не должны быть затянутыми 1 желтая 1 зеленая зеленым и провязываем просто так три желтые 1 2 идет через верх третья проверяем петли лежат ровно затягивание нет еще раз зеленая 3 желтые снизу через верх огибая зеленую ниточку 3 снизу и зеленая теперь мы рассмотрим с вами второй вариант если бы у нас нити располагались по-другому вот так предположим то есть зеленая 1 у нас шла бы на с левой стороны а желтые шли бы с правой стороны я вам показала через верх обратите внимание вот сейчас у меня должно быть три желтые я подхватываю желтую нить 1 петля 2 я же не могу ее вот так вот провязать иначе все запутаю правильно вторая петля провязывается из-под зеленой нити смотрите вот так раз и третья просто обычно 1 зеленая еще раз давайте обычно провязываем первую желтую вторую накидывая на рабочую спицу зеленую нить 2 3 обычно протяжек нет петли лежат ровно протяжки по изнаночной стороне все одинакового размера еще раз покажу вариант 2 1 петля у нас слева 3 петли у нас справа рабочая нить так одна петля раз далее 3 петли 1 обычным способом 2 из под зеленой 3 обычным способом и одна зеленая вариант расположения нитей меняем так как они у нас лежат то есть одна петля у нас так сейчас секундочку одна петля у нас помещается на правую сторону и 3 на левую закрепим результат три желтые по узору первая просто так 2 через верх огибая из-под низу подхватываем 2 3 1 зеленая все друзья и никаких протяжек и никаких перепутываний нитей абсолютно просто главное понимать какой палец отвечает у нас указательный палец отвечает у нас за нити с правой стороны большой палец за нити с левой стороны и все и дальше как по маслу показать вам как я это делаю на скорости через камеру я вам покажу без проблем друзья я не комментирую хорошо вот и все и все как говорится хитрости жаккардового вязания это очень интересно я рекомендую если вы никогда не вязали жаккард потренироваться на образце при этом образец ваш должен быть идти по кругу потому что я вам показала жаккард без протяжек по кругу когда мы вязали бы по изнаночной стороне нити бы на пальцах располагались точно так же но провязывание их шло бы петель по-другому чтобы у нас не было никаких протяжек по изнаночной стороне это несколько разные способы вязание по кругу это быстро легко просто вязание обратно поворотный жаккард это знаете так у кого нервишки еще пока в порядке уже не в моем возрасте но я не исключаю и этот вариант друзья мои я надеюсь это видео было вам полезно напишите пожалуйста обязательно может быть вы тоже вяжите именно так же карт или видели где-то что так вяжут но мне это удобно я вижу так всю жизнь и меня все устраивает я на сегодня с вами попрощаюсь всем пока до скорых встреч